Шесть матчей, пять побед. Да и поражение было лишь от действующего чемпиона, да и то в дополнительное время. Тюменский Рубин под руководством молодого наставника Дениса Ичменева взял неплохой старт в новом сезоне ВХЛ. Подпортить статистику могла столичная звезда. Она этого очень хотела и была к этому очень близка. Москвичи приехали в Тюмень после двух поражений подряд. Причем последняя от хантамансийской игры получилась очень чувствительным. Один шесть. Неудивительно, что в начале встречи армейцы, что называется, выбивали копытами искры изо льда. Но уже на пятой минуте их пригасил Денис Давыдов. И еще бы ничего, если бы в первом периоде хозяевам не мешали удаление. Накопилось их целых три. Причем два за нарушение численного состава. Благо, вратарь Егор Назаров, как всегда, тащил. Звезда сейчас настроена, они как-то выглядят побыстрее, что ли, мне кажется. Но я думаю, это только первый период. Во второй периоде сравняют скорости, и мы покажем свою игру. Рубину в нынешнем сезоне действительно лучше всего давались вторые периоды. Но этот вечер стал исключением. Хюменцы пропустили две шайбы, похожие как по форме, так и по содержанию. Сначала метко бросил Никита Попугаев, затем в большинстве Прохор Полтанов. Хороший упорный матч. Много силовой борьбы, то есть такой равный счет. На самом деле эмоции захлестывают. Хорошая игра, я думаю, и болельщикам, и хоккеистам. Всем нравится. Если бы Евгений Коницкий знал, насколько события, которые ожидают его команду в дальнейшем, ему не понравятся. На 45-й минуте уже хозяева реализовали лишнего. Дальний бросок на вороты защитника Игоря Мережко и Роман Чемерикин мастерски подставил клюшку. Когда игрок начинает гадать, все время сказали конкретно там стоять. Пойдет передача, тогда выдвигаться. Раньше времени шаг сделал и сразу же пошла туда шайба и подставление. Затем были овертайм и серия булитов, в которой игроки выполнили 22 попытки. На пятом броске гостей вывел вперед Канецкий. От поражения по итогам первого круга булитов Тюменцев спас Юрий Платонов. А результативный бросок Георгия Бусарова произвел рокировку лидера в матче. Звезду еще мог спасти Владислав Катков, но у него не покатило. 3-2 – максимально нервная победа Рубина. На то они булит, потому что у кого мастерство, везение, удача, кто-то побеждает. Ну и у кого лучше вратарей, само собой. Значит, у нас было все сегодня лучше. Как повезет, но опять же исполнительское мастерство никто не отменял. Ребята молодцы, заслужили эту победу. Теперь у Тюменского клуба будет пауза в календаре до 29 сентября. Именно тогда он в Перми встретится с Молотом. В рамках выездной серии подопечные Чменева сыграют также в Мистикамске, Альметьевске и Ижевске.